Уважаемый президент Путин, строители китайско-российских проектов атомно-энергического сотрудничества. Очень приятно, у месс-президента Путина присутствует на церемонии начала строительства китайско-российских проектов атомно-энергического сотрудничества. О имени китайской правительства с народом выражаю сердечные поздравления по случаю этого события. А всем строителям двух стран высокое уважение. Нынешний год проходит под знаком 20-летия подписания китайско-российских договоров о том, про соседстве, тружбе и сотрудничестве. Мы с президентом Путин договорились, что стороны будут стремиться к тому, чтобы еще выше, шире и глубже продвинуться до устранения отношений. На фоне пандемии и невыданных за столетие перемен мира, наши страны оказывают твердую взаимную поддержку, осуществляют тесные и эффективные взаимодействия, что наглядно демонстрирует глубокий смысл китайского разношения всеобъемлющего сотрудничества и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Энергетика всегда является самой весомой, самой успешной и самой масштабной отраслью в нашей практической кооперации. А сотрудничество в атмосфере – ее стратегически приоритетное направление. При самых усилиях сторон непрерывно повышаются уровни нашего сотрудничества в Эдосире, введен в абсолидации целый ряд крупных проектов. Сегодня мы с президентом Путиным вместе присутствуем на церемонии начала строительства 7-го и 8-го энероблогов Тиманской АЭС и 3-го, 4-го энероблогов Ситабуска АЭС. Это еще одно важное, знаковое – это съезжание китайско-российского сотрудничества. В этой сессии хочу высказать несколько пожеланий насчет наших будущих шагов сотрудничества. Во-первых, нужно поставить в окна угла безопасности, создать пример глобального атомно-энергетического сотрудничества. Безопасность жизненно важна коранде атом-промышленности. Атом безопасности не имеет кораницы. Стороны должны всегда уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности, предъявить самые строгие требования к качествам и стандартам строительства и эксплуатации 4-го энероблогов, создавая глобальный пример по обеспечению атом безопасности. Важно в полной мере выявить потенциал нашей взаимодобладаемости в области рыночных ресурсов, технологий, производственных мощностей и специалистов. В шире и глубь продумать наше сотрудничество в атомной сфере, внести больше вклад в тело глобального развития атомной энергетики. Второй. Нужно стремиться к инновационному развитию, усилить научно-техническое сотрудничество в атомной сфере. Важно, используя важный мульт проведения китайско-российских годов, научно-техническое инновационное сотрудничество, сделать убор на охрану окружающей среды в атомной сфере, ядерной медицины, ядерного топлива, передовые технологии, усилить сотрудничество в области фундаментального исследования, разработки ключевых технологий, внедрение разработок в производство, поспособствующим применению новейшей цифровой технологии в атомной промышленности, внести больше интеллектуальный вклад в инновационный развитие глобальной атомной сферы. Третьих. Нужно неуклонно развивать стратегические взаимодействия, содействующие с координированной системой глобального энергетического управления. Последние годы обеспечении энергетической безопасности и доступности, содействие ее устойчивым развитием, все теснее переплетается между собой. Налицо беспрецедные возможности и вызовы для всех стран. Стороны должны войти в связи поспособствовать формирование поля с проливами, более сбалансированной и доступной поля открытой глобальной системы энергетического управления, предложить больше решений для глобального энергетического управления. В настоящее время общей задачей для всех стран являются радиодисты, климатические изменения. Китай и Россия в качестве ответственных держав должны расширить ход мысли, поспособствовать созданию еще больших проектов, низкоуглеродного сотрудничества по надобии этих четырех блоков, сыграть конструктивную роль в осуществлении целей по глобально устойчивому развитию. Спасибо за внимание. Большое спасибо, председатель Си Диньпинь. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пригласить вас выступить. Уважаемый председатель Си Диньпинь, дорогой друг, я, во-первых, очень рад вас видеть и присутствовать при сегодняшнем знаковом, очень важном мероприятии. Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к словам председателя КНР и поздравляю всех вас с началом строительства на Тиньваньской атомной электростанции и АЭС Сюдапу, сразу четырех новых энергоблоков. В ходе этой церемонии мы с господином Си Диньпиньем дадим старт работам по заливке бетона в основании энергоблоков. Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна. Планируется, что они войдут в строй уже в 2026 и 2028 года, и тем самым будет внесён конкретный вклад, как только что сказал председатель КНР, в поддержание энергетической безопасности КНР. Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объёмами недорогой и чистой электроэнергии. Напомню, что сама Тяньваньская АЭС, которая получит новые энергоблоки, была построена при участии России и успешно эксплуатируется уже с 2007 года. Выражаю уверенность, что столь же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС «Сюдяпу». Сооружением объектов атомно-энергетического комплекса КНР вместе с китайскими партнёрами занимается госкорпорация «Росатом». Она использует передовой опыт и знания российских учёных, а также уникальные высокотехнологичные возможности отечественной промышленности. Отмечу, что на всех строительных площадках, где трудятся российские и китайские атомщики, соблюдаются жёсткие нормы санитарной безопасности, адекватные нынешней непростой эпидемиологической ситуации. Предпринимаются все необходимые меры для охраны здоровья, как непосредственно занятых, так и привлекаемых на подрядной основе рабочих и специалистов. Основные направления по настоящему тесного партнёрства, сотрудничества между Россией и Китаем по атомным технологиям были определены совместно с председателем Си Цзиньпинем в ходе нашего государственного визита в КНР в 2018 году. Взаимодействие в сфере мирного атома является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнёрства, которое вносит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер. Совсем скоро будем отмечать 20-летие ключевого двустороннего документа – договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех, без исключения областях – в политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень. Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, хотел бы с большим удовлетворением отметить, что все достигнутые на высшем уровне договорённости последовательно и неуклонно выполняются. Помимо строительства новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС Сюйдапу, реализованы и реализуются многие другие крупные российско-китайские инициативы, в их числе сооружённый в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в городе Димитровграде. В планах совместные исследования в области создания запнутого ядерного тупленного цикла. Россия также поставила в Китай и радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащён китайский космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луни. Мы очень радовались вашим успехам, уважаемые китайские друзья. Уверен, впереди в России и Китае будет ещё много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний, готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий. Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития. Дорогие друзья, в заключение хотел бы выразить признательность председателя Си Цзиньпинь за большое личное внимание к нашему двустороннему сотрудничеству и пожелать всем российским и китайским коллегам, друзьям дальнейших успехов. Благодарю вас за внимание. Сейчас просим начальников двух АЭС Китая отчитаться перед главами наших стран. Сначала слово предоставляется начальнику Тиеваньской АЭС. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Владимир Путин, начальник Тиеваньской АЭС Лиу Чао Хуа докладывает, энергоблоки номер 7, номер 8 Тиеваньской АЭС уже готовы. Конец доклада. Спасибо. Сейчас слово предоставляется начальнику АЭС Си Цзиньпинь, уважаемый президент Путин, начальник АЭС Си Цзиньпинь, ванг Си Цзиньпинь, докладывает, энергоблоки номер 3, номер 4 АЭС Си Цзиньпинь уже готовы. Конец доклада. Спасибо. Просим председателя Си Цзиньпинь на дать указания. Начинайте. Уважаемый Владимир Владимирович, докладываю, госкорпорация Росатом готова к сооружению энергоблоков 7 и 8 Тиеваньской АЭС и энергоблоков номер 3 и 4 АЭС Си Цзиньпинь. Прошу вашей команды на переход к основному этапу работ по этим проектам. Начинайте работу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ